Саул Он никакого совершенно ужасного не делал, а вдруг Господь его отрешил от царства, да, он защитил город Иавизглади, который осаждали враги, он, в общем-то, собрал как-то воедино израильские племена, государство основал, будем так это называть, да, и вдруг Господь говорит, что он больше не нужен. Есть два эпизода, в которых это объясняется, в 13 главе сначала посмотрим, и потом еще 15 глава, в 13 главе описана очередная война с филистимлянами, ну а царь нужен израильтянам прежде всего как военный вождь для того, чтобы быть командиром на войне, в общем-то, это почти единственное, что делает Саул. И вот идет очередная война с филистимлянами, израильтяне собираются на битву, и вот в 13 главе, начиная с 8 стиха, «семь дней ждал Саул срока, назначенного Самуилом». Самуил – это пророк, который его помазал, и, в общем-то, это духовный вождь Израиля, Саул военный, Самуил духовный. Ждал срока, назначенного Самуилом, но Самуил все не приходил в Гилгал, так что народ стал расходиться. Ну, представьте себе, идет война, нужно сражаться с врагами, а народ, ну чего там, зря стоять, да, семь дней стоим без дела, дома там корова недоина, поле несжатое, а мы не воюем, и вообще пора по домам. Тогда Саул потребовал привезти животных для всесожжения и мирной жертвы и принес всесожжение, то есть ту жертву, которая сжигалась целиком. Едва он закончил приносить всесожжение, как пришел Самуил, и Саул поспешил к нему навстречу. И вот тогда Самуил как раз говорит о том, что Господь его отверг. Я понимаю, если бы Самуил принес жертву языческим богам каким-нибудь, ну, тут бы не было вопросов. А если бы ему, там, не знаю, Самуил сказал, нельзя приносить жертву, а Саул принес тоже, никаких не было вопросов. Но Саул в военных условиях делает то, что сделать надо, и что не сделал Самуил, потому что он вовремя не пришел. Ну, да, на самом деле он опоздал всего там на полчаса, может быть, да, и на самом деле можно было дождаться, но тем не менее, ведь ничего плохого не произошло. А второй эпизод, он еще более странный, это в 15 главе идет речь о войне с ималикитянами, народ, который враждебен израильтянам. И вот тут сказано это у нас, начиная с 8 стиха 15 главы Первого царства. «Саул, царя Амалекского Агага, он захватил живьем, а весь народ, предав заклятию, перебил мечом. Но Саул народ пощадили Агага, а также лучший скот из статы Атар, откормленных животных. Лучше они не стали истреблять, а истребили только худшее, незначительное». После этого опять Самуил приходит к Саулу и говорит, что за блея не овец, я слышу, что за мочание коров раздается. Я цитирую, кстати, свой собственный перевод. И тогда выясняется, что вот он сделал плохо, не то, что он перебил всех амаликитян, включая женщин и детей, очевидно, а то, что он оставил одного только царя Агага, ну, во-первых, его можно всегда убить, а во-вторых, собственно говоря, а почему надо убивать обязательно царя, да, и вот он военной силы уже лишился. И вот после этого как раз Самуил говорит слова «Непокорство – такой же грех, как вражба, а слушание – такая же вина, как и долослужение. Ты отверг слово Господне, и тебя отрешил Господь от царства». Ну, знаете, вот как-то действительно странно. Один раз принес жертву, а другой раз не убил пленных, животных даже больше, чем царя, да. Очень странно. Но смотрите, вот эти слова «непокорство» и «ослушание», собственно, они служат каким-то вот центром, да, этого объяснения. Что сделал Саул в первом случае? Он нарушил границу между полномочиями царя и полномочиями священника. Ветхий Завет очень строго это выдерживает. Да, у нас были другие народы, например, египтяне, у которых фараон – это божество, народы, у которых царь – это, собственно говоря, верховный жрец богов. В Месопотамии так обычно это выглядело. И для Израиля с самого начала заповедное очень четкое разделение. Вот есть священство, которое приносит жертвы, которое занимается богослужением, духовными наставлениями, и есть царство, политическая, военная, государственная власть. Они не должны смешиваться. Саул смешал. Может быть, в каких-то особых условиях. Но, слушайте, условия всегда особые. Будет следующая война, он скажет, а, чего там, Самуил, пророк старенький, его семь дней в прошлый раз ждали, а у нас тут боевые действия надо срочно, целесообразно, да. Давайте я быстренько принесу. И так жертва. И так это станет нормой. А вторая ситуация. Вот Амалекитян нужно уничтожить. Но царя, конечно, ну как, хочется его провести в триумфальном шействе, да, пленником таким полюбоваться, может быть, побеседовать с ним, интересный, может быть, человек. Это же не просто какой-то воин, это царь разбитый. А овцы и коровы, ну а нет вообще здесь причем. Овцы и коровы этически нейтральны, правильно? Они не виноваты. Надо же раздать людям, участвовавшим в войне, их долю добычи, в конце концов, ну, будем доить овец, будем стричь, будем доить коров, будем стричь овец, зарезать их всегда успеем. Но то же самое целесообразность. То есть вот здесь даже вопрос не в выборе между жестокостью и милосердием, а в выборе между тем, чтобы следовать тому, что Господь повелел, и находить свои собственные пути решения своих проблем. И Самуил очень жестко отвергает Саулу, ровно потому, что он оба раза выбирает свой собственный путь. Оба раза он делает то, что может даже показаться правильным, разумным, рациональным, по крайней мере, простительным в данных обстоятельствах. Но то, что отрицает прямое повеление Бога, то, что отрицает Господа, как, собственно говоря, царя Израиля, потому что земной царь – это всего лишь его наместник. Давид будет делать довольно много вещей, как царь. Неудачно, у него будут мятежи, в его собственной семье будет бесконечное какое-то противостояние между его потомками, он сам будет заводить большое количество женщин и все такое прочее. То есть будет очень много проблем с Давидом. Но, пожалуй, одного мы не будем видеть в истории Давида совсем. Это когда, выбирая между волей Господней и своей волей, он выбирает свою, а Саул это сделал. И даже не важно, что он это сделал, ну, вот рационально говоря, по вполне понятным, объяснимым и уважительным причинам. Важно то, что он, по сути дела, отказался от Бога, как от царя Израиля. То есть когда ставили царя самого Саула, но еще никто не знал, что это будет Саул, и народ просил себе в 8 главе 1 книги царств, просил себе царя, как у прочих народов, то Господь ответил Самуилу, пророку, это не тебя, а меня они отвергли. То есть им нужен царь-человек, недостаточно, чтобы Господь был их царем. И, собственно говоря, в истории про Саула мы видим то, как царь очень легко может занять это место. Сакрализация власти, характерная для очень многих стран и народов, когда высшая власть священна просто потому, что она власть. Никаких уже других объяснений, никаких других авторитетов не требуется. Власть священна. И так было у большинства древних народов и остается у многих народов сегодня. И, может быть, вот эти главные уроки из отвержения Саула, они ровно про это власть не священна. Власть – инструмент в руках Бога, если она ему покорна. Если она ему не покорна, потом Павел об этом в 13 главе к римлянам будет писать долго и подробно. Если она ему не покорна, то, собственно говоря, она перестает быть властью, причем не потому, что народ восстает, не потому, что караул устал или перевыборы прошли, а потому, что Господь отвергает этого царя. Но напомню, что царь Саул оставался царем, пока был жив. Он погиб на войне с филистимлянами, но просто Господь уже от него отвернулся и избрал себе будущего царя Давида, который ждал, пока Саул умрет. Вот тоже интересная вещь. Казалось бы, и Самуил мог в этой ситуации. Господь тебя отвергнул, значит, давай я тебя убью, или уходи из царского дворца, иди обратно к себе в деревню коров паси и все такое проще. Нет, нет, то есть отвержение не обязательно означает прекращение полномочий. Если задуматься, пожалуй, пару десятилетий, Саул правил, будучи отвергнутым Богом. Вот прекрасный комментарий про то, всякая ли власть от Бога. Да, она от Бога изначально, но она остается божественной по своему происхождению, только пока она не присваивает себе божественных полномочий, пока она не начинает о себе говорить, как о божеской. Ведь чем, собственно говоря, Саул провинился? Тем, что он сказал, я сам решаю, Бог мне не нужен, как я сказал, так и будет. Вот в этот момент Господь его отвергает. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...